здравствуйте дорогие друзья вы смотрите канал прошу к столу сегодня мы с вами будем готовить романтический ужин из трех блюд на горячее у нас будет рыба пюре из картофеля с жареным луком салат с крабовыми палочками и легкий творожный десерт для горячего нам понадобится красная рыба соевый соус соль черный перец оливковое масло сухой укроп чеснок лимон для картофельного пюре мы берем картошку репчатый лук и молоко для салата мы возьмем крабовые палочки сыр майонез чеснок помидоры и сладкий перец для творожного десерта нам понадобится ванильный творог сливки жирностью 35 процентов клубничное варенье и ягоды начнем готовить с рыбы для начала мы сделаем соус у меня здесь три ложечки соевого соуса добавлю еще пару ложек оливкового масла черный перец совсем немножечко соли потому что соевый соус соленый и укроп вы можете взять любые приправы есть вообще готовая приправа для рыбы можете просто смешать ее соевым соусом с оливковым маслом еще я добавлю чеснок если вы не любите чеснок можете его не добавлять можно добавить совсем немножко также чеснок можно заменить ароматизированной чесночной солью я выдавлю супчик соус готов теперь мы порежем рыбу на порционные кусочки еще мы возьмем лимончик лимон можно добавить прямо сюда в соус можно полить сверху прям на рыбу теперь соусом поливаем рыбу немножко лимонного сока оставим рыбу мариноваться минут на 10-15 и займемся картофельным пюре картофель помыли почистили теперь мы его будем варить до готовности также порезала лук тоже просто его обжарим на стоворотке пока картофель варится рыба маринуется мы с вами быстренько сделаем салат теперь порежем помидорки теперь еще добавляем сладкий пинет натрем сыр меня буквально грамм 50 получается что крабовых палочек 200 грамм была пачка и вот 50 грамм сыра сыр тоже можете взять любой какой вы любите я добавляю чеснок это тоже на ваше усмотрение но чеснок придает пикантность этому салату вместо чеснока вы можете тоже добавить ароматизированную чесночную соль или же можно добавить сюда еще майонезу ложечку горчицы и теперь заправим салат майонезом добавим соль и все хорошо перемешаем салат готов и теперь мы займемся рыбой рыба замариновалась теперь мы перевозим на решеточку поставим ее в духовку запекать на 180 градусов на 15 минут а вниз под решетку обязательно поставим противень потому что с нее будет немножко капать жир чтобы не спачкали духовку пока у нас рыба в духовке мы сделаем творожный десерт для этого я взяла ванильный творог и мы его немножечко забьем миксером творога спели для того чтобы масса была более воздушная конечно вы можете это сделать просто размять вилкой тоже все подойдет теперь мы будем взбивать сливки сливки обязательно жирные у меня 35 процентов я еще добавлю сюда немножечко ванили если вы любите можете добавить если нет можно добавить пусть и немножко сахара и взбиваем до готовности сливки взбили теперь мы их перекладываем к творогу и хорошо перемешиваем творожная масса готова теперь мы его красиво выложим пока творожную массу перекладываем в кондитерский мешочек если у вас нет кондитерского мешочка конечно можно просто сразу положить ложкой в бокалы и все берем бокалы на дно бокалов я сначала положу клубничное варенье вы можете положить любое варенье джем и все что вы любите на ваш вкус теперь сверху красиво выложим творожную массу и добавим еще немножечко варенье а ягодами будем украшать перед подачей пока мы его поставим в холодильник картофель отварен готов я добавила немножко сливочного масла и согрела молока теперь делаем пюре я делаю с горячим молоком мне так кажется что вкуснее получается вы можете сделать холодным как вы любите как вы привыкли рыба готова она была в духовке 15 минут и вот такая красота получилась лук я тоже просто обжарила на сковородке теперь будем накрывать на стол дорогие друзья наш романтический ужин из трех блюд готов крытым и подадим белое вино и добавила лимонный сок и немного льда спасибо что смотрели наш канал не забывайте подписываться и ставьте колокольчик чтобы не пропустить новых рецептов прошу вторую и приятного вам аппетита